Всем привет! И снова поддержал этот канал сервер игры SCP Secret Laboratory под названием Академия OPST, на котором игроков ждет максимально лорный отыгрыш и только те ситуации, которые подразумеваются текстами с оригинального сайта SCP. Сервер закрыт для поиска в самой Secret Laboratory, а потому начать играть можно только посетив дискорд этого сообщества, где можно задать интересующие вопросы разработчикам сервера и заполнив анкету вступить в сообщество игроков. Действительно хорошие знатоки лора SCP смогут придумывать свои события и управлять их проведением. Заходите в дискорд сообщества по ссылке в описании и начинайте играть на этом элитном сервере. Ну а если уже есть играющие, отпишите что ли в комментариях, как оно вообще. Итак, продолжаем разбирать всякие связанные организации мира SCP. Под прошлым роликом на эту тему больше всего комментариев набрал не и прогресс, на удивление что-то из русскоязычного филиала фонда. В этом видео я попробую не столько проспейлерить все, что можно об этой организации в мире SCP, сколько рассказать о самой ее сути и основе в реальном мире. Итак, на территории Советского Союза существовало огромное количество самых разных НИИ, то есть научно-исследовательских институтов, которые занимались разными исследованиями и экспериментами. Они существовали повсеместно и при крупных заводах, и при министерствах, и даже при учебных заведениях. Но разумеется, особая аура таинственности окружала те НИИ, которые были созданы для решения научных задач военных, для исследования космоса и в особенности для странных, секретных и малопонятных разработок. С распадом Советского Союза в хаосе, который творился на постсоветском пространстве, огромное количество самых разных исследований было забыто и утеряно, буквально похоронено в заброшенных лабораториях. Уже на этом моменте вы могли вспомнить множество самых разных популярных произведений, ведь это же просто идеальная почва для загадочных историй, предельно понятных для жителей постсоветского пространства. Но тут мы говорим о SCP, и в русскоязычной ветве есть связная организация, основанная на этом всем. Это НИИ Прогресс. Этот НИИ был основан еще в 20-е годы 20-го века и изначально не имел какой-то конкретной специализации. Он пытался изучать все, что лежало за пределами понимания человека. Поначалу просто собирал и изучал аномальные предметы из царских коллекций и пытался найти им применение. Затем разрабатывал оружие. После войны завербовал немало немцев из различных мистических организаций. И уже в позднем СССР работал на космическую программу и участвовал в других проектах. Однако со временем эта организация накопила множество противоречий с чиновниками и бюрократами, которые требовали передавать все опасные аномалии в КГБ. В то же самое время полезные изобретения этого НИИ засекречивались и не служили на благо людей, что раздражало руководство этого НИИ, которое стремилось к созданию идеального общества и человека. Потому оно решилось на проект, получивший название «Кот в мешке». В результате этого проекта почти все ученые и оборудование этого института бесследно исчезли. Кстати, даже жаль, что про сам этот проект нет ни рассказов, ни объектов. Было бы действительно интересно почитать. Так или иначе, куда пропал огромный исследовательский институт и целый закрытый город ученых неизвестно до сих пор. Но странные, иногда опасные и всегда аномальные изобретения этого НИИ до сих пор попадаются во всех постсоветских странах. Причем время от времени появляются и совершенно новые изделия, что говорит нам о том, что НИИ Прогресс продолжил свою работу, возможно где-то в ином измерении, возвращаясь в наш мир для создания странных вещей. Причем действуя не только на Земле, но и на Луне, как в объекте SCP-1326-RU. Также, фонду SCP удалось обнаружить космические станции, принадлежащие этой организации, что делает НИИ Прогресс очень похожим на отдел по игру, про который видео уже есть. Впрочем, это и не удивительно. Логично, что технологии у них в целом общие. На данный момент на сайте SCP есть всего 7 объектов этой организации, и на момент записи этого видео всего один из них есть на этом канале. Ссылку на этот объект под названием «Полуночный эфир» также оставлю в описании. Так чем же таким занимались в этом институте? Что добились настолько интересных результатов? На самом деле всем подряд. От освоения параллельных миров, куда они, судя по всему, в итоге и переехали, до производства полезных в быту предметов. Но наиболее значимая, на мой взгляд, штука – это ноосфера. Возможно, кто-то уже проводит параллели со Сталкером или даже метро 2033. Ведь в первом ученые проекта «Осознание» создали ту самую зону отчуждений из-за своих попыток вмешаться в ноосферу. А в романе про подземку «Ноосферу» вообще уничтожили, отчего происходит всякая потусторонняя дичь наяву. В объектах «Ни и прогресс» «Ноосфера» упоминается также довольно часто. На самом деле, тема «Ноосфера» куда интереснее и глубже, чем может показаться. «Ноосфера» – это такой же золотой стандарт отечественной конспирологии, как «Пришельцы и снежный человек» в Западной. Короче, это классика, это знать надо. Придумал ее не кто-нибудь, а профессор Вернадский. Его именем названо множество улиц в постсоветских странах, а его исследования внесли существенный вклад в мировую науку. Но, конечно, интересует нас не это. Я же не Макар Светлый. Да и зря, что ли, делал шапочку из фольги. В общем, главное, что профессор Вернадский придумал, это не все эти научные штуки, а учения о «Ноосфере». Согласно этому учению, разум человека – это одна из фундаментальных сил космоса. И рано или поздно, человеки объединятся в некую «Ноосферу» – самостоятельную силу космического масштаба. При этом Вернадский говорил, что она еще не существует и появится только в будущем. И для этого нужны определенные условия. Например, появление всепланетарных систем связи, победа демократических правительств по всей планете. И чтобы все интересовались наукой и еще несколько подобных пунктов, из которых, по сути, выполнен только один. Ибо вы смотрите это видео на всепланетарной системе связи. Так что при коммунизме… «Ноосфере» мы еще не живем. В целом, «Ноосфера» Вернадского – это скорее просто предсказание идеального общества будущего, которое можно представить в виде объединения людей путем разных продвинутых технологий. Однако у Вернадского были ученики и просто люди, заинтересовавшиеся его идеями, которые с таким положением дел не смирились и придумали некую волшебную «Ноосферу», которая уже, конечно же, есть. Ну то есть как есть? Один из них сказал, что все мыслящие люди образуют оболочку из мыслей вокруг Земли. Другой вообще придумал, что «Ноосфера» рано или поздно объединит людей в единый разум, который сольется с Богом. Третий добавил, что эта сфера мыслей может изменять неживую материю и даже делать ее живой. В итоге, пройдя через несколько веселых голов, идея «Ноосфера» стала идеей о мировой душе, которая делится на души отдельных людей. Вернее, идея о мировой душе появилась сама по себе еще у древних философов, а вот «Ноосфера» стала как бы ее современным пересказом научными словами. Было это еще в начале 20 века, так что истории в духе РЕН-ТВ появились несколько раньше, чем принято думать. Чем дальше отдалялась идея «Ноосфера» от своего источника, тем она становилась все более поехавшей, в какой-то момент превратившись в отличнейшую конспирологическую теорию, такую техномагию, на базе которой можно и зону, набитую мутантами, придумать, и трубы в подземке, в которых души шепчут, и много чего еще. А главное, можно написать множество крутых мистических и страшных историй, о чем хапру филиала под названием «Ни и прогресса» есть. Но так бы идея «Ноосферы» осталась с диковинной теорией и базой для страшных историй, если бы не одна интересная личность. Антон Вайна. Этот человек в 2011 году утверждал, что изобрел некий «Нооскоп» — прибор, позволявший изучать коллективное сознание человечества, получая информацию прямо из «Ноосферы». Своё изобретение автор описывает так. «Нооскоп» — это код материализации момента перехода жизни из пространства во время, код действия гармонизации жизни, транзакция — точка в пространстве времени жизни, в которой происходит материализация. В другой своей статье описывается принцип работы этой дичи. В ближайшем будущем дизайнеры времени будут прокладывать курс в соответствии с протоколом правилами капитализации, которые создаст элита суперкласс, ориентируясь по «Нооскопу». Казалось бы, да. Очередной человек со странными идеями написал набор слабосвязанных слов. Но у этой шутки есть очень мощный панчлайн. Антон Вайна занимает должность руководителя администрации президента Российской Федерации с 2016 года. Так что, если вы планировали писать интересную историю про «Ноосферу», про взаимодействие с ней, придумать мощную конспирологическую теорию сейчас самое время. Тем более, что в хабине «И прогресса» пока всего лишь 7 объектов. Короче, «Ни прогресс» — это организация руфилиала, которая существует где-то в другом измерении. Летает в космосе, а ещё работает с «Ноосферой». Прямо как и сознание, в «Сталкере» только круче. Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...